За красивыми фасадами особняков викторианской Англии скрывались крайне неблаговидные дела. И дети, и их матери в ту эпоху были абсолютно бесправны. Так считалось, что если любишь ребенка, ты просто обязан его сечь розгами. И как так получилось, что в такой просвещенной Англии телесные наказания в школах отменили только в начале 21 века? Как воспитывали Алису из страны чудес? Что было самым ужасным в частных пансионах для девочек? Почему вы бы ни за что не стали есть в таком пансионе? И неужели все ужасы, выпавшие на долю Джейн Эйр, перенесла ее автор Шарлотта Бранте? Чем воспитание девочек в викторианской Англии вас просто шокирует? Вот скажите, я одна такая, кто никогда не может заранее выбрать подарок для своих родных и близких? Я теряюсь в вариантах. Что-то практичное для быта странно, какую-то безделушку тоже угадать надо со вкусом. Сидела я также в последний раз и наткнулась на интересную штуку – бесконечный фотоконструктор. Сразу вспомнила детство, как собирала пазлы, только не поняла, как такой конструктор может быть бесконечным. Поэтому зашла на сайт Мазабрик и очень удивилась. Ребята предлагают универсальный набор из кучи маленьких деталек конструктора пяти цветов. И я смогу собрать абсолютно любое фото в стиле пиксель-арт. А если надоест, разобрать его и собрать другое из этого же набора. Чудесно! Конечно, я тут же заказала набор Мазабрик себе и еще один в подарок. Будет такой живой фоторамкой, которую можно менять в любое время. На выбор есть три размера, где только самый маленький – S – это 5800 деталей. Есть возможность дополнить это все стилизованной рамкой, чтобы картина смотрелась еще круче. Ну и для настоящих любителей паззлов одинаковые размеры можно объединить между собой. И, например, из четырех наборов L можно собрать картину из более чем 58 тысяч деталей. Итоговая картина получится полтора на полтора метра. В общем, будет чем заняться на майских праздниках. Посмотрите, как все круто упаковано и разложено. Есть инструкция, подставка, основа для сборки и скрепляющие элементы. Я просто зашла на сайт, загрузила фото и мне пришла схема сборки. Каждый цвет имеет свой значок. Именно из таких значков и состоит схема. Понятно и удобно. Цвета нейтральные, здорово смотрятся в любом интерьере. Жду не дождусь, когда позову гостей и буду хвастаться. Вот если бы мне подарили такую штуку, я была бы рада. Не теряйте время, переходите на сайт Mozabrik и заказывайте наборы. А по моему промокоду вы получите 20% скидки. Тем более, скоро появится масса времени и будет чем заняться. Пришло время необычных подарков. Дарите эмоции вместе с Mozabrik. Итак, знакомьтесь. Перед вами маленькая Шарлотта Бранте, будущая писательница и автор того самого романа Джейн Эйр. В 1824 ей было всего 8, когда отец, пастор Патрик Бранте, отдал ее и ее трех сестер в школу для дочерей небогатых священнослужителей. Старшей Марии было 10, Элизабет 9, а самой маленькой Эмили всего 6. Отец выбрал эту школу, потому что у него не было денег на гувернантку или школу подороже. Когда плачущая Шарлотта зашла в Кован-Бридж, для нее начался настоящий ад. Именно Кован-Бридж стал прототипом мрачного приюта Ловут из романа Джейн Эйр, где над Эллен Бернс так издевалась учительница мисс Скетчерт. Викторианскую эпоху – главный воспитательный принцип из речения из притчи царя Соломона. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его. Представляете? В результате над бесправными детьми буквально издевались. В рабочих семьях детей лупили кулаками. Средний класс предпочитал респектабельные розги. А знаете, почему детей принято бить именно по пятой точке? Все тоже суровое английское воспитание. Билли-то не слегка и боялись из-за сильных ударов переломить растущие кости или травмировать голову. И если вы думаете, что над детьми издевались лишь в школах для бедных, то заблуждаетесь. В элитных учебных заведениях билли еще сильнее, чем в рядовых. Так розги были настоящим символом Итона, где практиковалось бесконечное насилие, как преподавателей над учениками, так и старших учеников над младшими. Когда в 1911-м директор решил запретить здесь розги и заменить их на трость, то поднялась волна возмущения среди бывших учеников. Они в один голос вопили, что английская система образования вот-вот из-за этого рухнет. Теперь представьте, что творилось в школе-интернате Райстс Хоспитал в Лондоне, если она считалась настоящим адом на Земле по сравнению с Итоном. Скандал разгорелся, когда в 1877-м 12-летний ученик Уильям Гибс повесился, не выдержав издевательства. Началось разбирательство. Выяснилось, что учителя не обращали внимания на детей. Вся власть была у старост из числа старших учеников. И в результате там развелась такая дедовщина, что один из учеников просто не выдержал. Вы думаете, школу закрыли? Нет. Врач заявил, что это самоубийство в состоянии временного помешательства, и порядки в школе остались прежними. В государственных школах Великобритании телесные наказания запретили лишь в 1987-м году, а в частных и вовсе совсем недавно. В Англии в 1999-м, а в Северной Ирландии в 2003-м. Так что подумайте об этом, когда будете жаловаться на российские школы. Конечно, девочек в английских школах 19-го века секли гораздо реже, чем мальчиков. Во всяком случае, девочек из среднего и высшего класса. В приютах и школах для бедных, конечно, ситуация была ужасна. Так, в 1896-м в исправительных школах для девочек применяли розги, трость и ремень-тоуз. Девочек били по рукам или плечам. Дисциплина, дисциплина и еще раз дисциплина. Вот что единственное было важно для школьницы. Жестоко каралась даже малейшая провинность. Количество получаемых ударов зависело от проступка и вносилось в специальный журнал напротив имени ученика. Чаще всего били по ладоням. Мальчиков еще могли отхлестать по попе, девочек по голым ногам. Для отстающих придумали унизительное наказание – колпак тупицы, в котором не справляющихся с программой заставляли ходить весь день. Ну или просто прикрепляли к одежде слово «тупица». Еще одно популярное наказание – переписать одно и то же предложение сто раз подряд без единой помарки. В случае малейшей ошибки все приходилось начинать заново. Вы скажете, ну как матери соглашались на такое обращение с собственными детьми? Вот только дети и женщины были самыми бесправными людьми в викторианской Англии. Рожденный в браке ребенок фактически принадлежал отцу. Лишь за незаконорожденного, отвечала мать. При разводе или раздельном проживании ребенок оставался с отцом или с опекуном, опять же назначенным отцом. Матерям разрешались лишь редкие свидания. Разделению матерей и детей сопутствовали душераздирающие сцены. Замужняя дама не имела права распоряжаться даже собственными заработками. Муж мог прийти к работодателю и потребовать, чтобы зарплату жены отдавали ему. Так поступил супруг актрисы Джулии Гловер, который сначала бросил ее с малышами на руках, а когда она прославилась, заявил свои претензии на ее гонорары, и ему стали выплачивать ее зарплату. В другом случае, женщина, открывшая успешное ателье и содержавшая супруга после его смерти, выяснила, что все ее имущество он завещал своим незаконорожденным детям. Супруга осталась в нищете. Это были весьма распространенные истории. При этом в викторианскую эпоху не сомневались. У активной и сильной работящей девушки дети родятся хилые и болезненные. Якобы работающая мать, сконцентрированная на своей профессии, всю свою энергию потратит на нее, а на детей ничего не останется. Поэтому викторианское общество считало, что лучше бы работающей девушке никогда не стать матерью. Общество осуждало и когда матерями становились девушки с внешними дефектами, например, не дай бог, с веснушками. Они в викторианской Англии были поводом для призывов. Не плодить себе подобных. Жуть. Хорошо, что их особо не слушали. Если вы забеременели, сидите дома и говорите «Ганс в подвале». Настоящая викторианская леди под страхом смертной казни не могла сказать подружкам, что она беременна. Слово это было табу. Поэтому девушки изобретали разные приличные способы сообщить о своем положении. Про аиста рассказывать всем давно надоело, и в моду вошли неожиданные обороты. Как, например, потянула лодыжку или и вовсе «Ганс в подвале». Но это, конечно, было на крайний случай, если вам все же пришлось выйти из дома и продемонстрировать всем свое грехопадение с собственным мужем. Процитирую Терезу О'Нил. Да, вы светитесь от счастья, все такое, но также олицетворяете собой гротескное напоминание о низменных животных инстинктах и тяге к размножению, от которой люди не могут отказаться. Только посмотрите на себя со стороны. Вы же переваливаетесь с ноги на ногу, как гусыня. Ходячий рекламный щит сексуальной вседозволенности. Жуть-жуткая. Нет, ступайте домой. Нашей маленькой Шарлотте и ее старшие сестры, которые приехали раньше, рассказали, что порядки в школе Кован-Бридж крайне суровые. За любую провинность девочек ждало публичное битье. Если воспитанница оставила на заправленной кровати хоть одну складочку, ее могли заставить носить унизительную табличку с надписью «Неряха». Побои и постоянные унижения были частью образовательного процесса. Само обучение для девочек было весьма условным. В первую очередь это, конечно, зубрежка катехизиса. Ведь в ту эпоху крайне неприлично для девушки было демонстрировать ум или знания на публике. Все это леди обязана была тщательно скрывать. Ведь так можно было навсегда испортить себе репутацию и поставить крест на замужестве. Еще в начале 19 века считалось, что у женщин как такового ума и вовсе нет. И они не способны думать ни о чем, кроме новых платьев. Домоводство – это да. Математика ровно настолько, чтобы будущая мать семейства могла считать расходы на ведение хозяйства. Танцы, хорошие манеры – вот что действительно важно, чтобы выйти замуж или получить место гувернантки в хорошем доме. Преподавали, конечно, правописание, историю, грамматику, вышивание и домоводство. Музыка, иностранные языки и рисование оплачивались родителями дополнительно. Тем девочкам, которых воспитывали дома, тоже, в общем, было не легче. Детей избивали и родители, и гувернантки, по поводу жестокости которых периодически вспыхивали скандалы, самые крупные из которых накануне 20 века, в 1889 году. Впрочем, относительно других, пожалуй, повезло той самой Алисе из Страны Чудес. Ее прототипом стала Алиса Лиддл. Ее отец был вице-канцлером Оксфордского университета и деканом аристократического колледжа Крайст-Чорч. Поэтому образование у девочки было крайне разносторонним. Рисовать ее учил сам Джон Рюскин, известный тогда художник. Ну а преподаватель математики того же колледжа Чарльз Доджсон, в историю вошедший как Льюис Кэрролл, и вовсе проводил с ней много времени и много ее фотографировал. Алисе было семь, когда они познакомились. Книги о ней стали шедеврами литературы, а она одним из символов Великобритании. Но вот когда девочке исполнилось 15, она призналась, что для нее те детские полуобнаженные фотосессии были сильной травмой. Она испытывала дикий стыд и никому не могла пожаловаться. Когда об этом признании стало известно Льюису Кэрроллу, тот был сильно потрясен. Писал Алисе письма, но ее мать категорически оборвала все контакты и сожгла всю предыдущую переписку. Кэрролл так и остался холостым на всю жизнь. Интересно, что когда спустя много лет Алиса попросила его стать крестным ее третьего сына, Кэрролл отказался. Вот такое вот уникальное домашнее воспитание. Тяжелее всего Шарлотта переносила вечно изматывающий голод. В Ковенбридж воспитанниц кормили мало. Пища, к тому же, была несвежей и зараженной. Из-за этого однажды среди девочек вспыхнула эпидемия тифа. Как это не будет странно звучать для всех выросших в Советском Союзе, но школы в викторианской Англии были всего лишь бизнесом, который требовал выгоды любой ценой. Отец сестер Бранте за каждую девочку платил 14 фунтов в год. Это, конечно же, не перекрывало расходы на содержание девочек. В таких школах обязательно были свои филантропы. Но директора старались на всем экономить, в первую очередь на питании, поощряя, чтобы родители присылали посылки с продуктами. Ковенбридж возглавлял богатый священник Уильям Карус Уилсон. Биограф Шарлотта Бранте всячески оправдывает его, обвиняя во всем персонал. Тем не менее, то, что бедные девочки были вынуждены есть подгоревшую овсянку, запивать ее прокисшим молоком и заедать гнилым мясом – это факт. Для приготовления пищи кухарки брали гнилую воду из водосточной бочки. Жир был вечно прогорклым. Для изголодавшихся девочек суперпиршеством был пирог из картофельных очистков и мясных ошметков. Условия в Ковенбридж были ужасными, и многие ученицы заболевали смертельными болезнями. Вот как описывал еду в английской школе путешественника и этнограф сэр Ричард Фрэнсис Бёртон. Завтрак в 8 часов состоял из снятого молока с водой в выщербленных кружках с отбитыми ручками. Мальчикам разрешалось привозить из дома чай, однако за право выпить его шла постоянная битва. Далее ломтики хлеба, слегка помазанные маслом. Гурманы обычно собирали все масло на одном краю ломтика, чтобы насладиться последним кусочком. Обед был в час. Он начинался с пудинга, как правило, приготовленного из обрезков залежалого хлеба с салом или нутряным жиром. Он надежно отбивал аппетит, по мнению школьников. И заканчивался мясом, как во всех второразрядных школах. Мясо было приготовлено необычайно скверно. Снаружи подгоревшее, внутри синее, жилистое и хрящеватое. Из овощей полагался картофель, похожий на шрапнель, и ненавистная морковка. Ужин представлял собой повторение завтрака. И в том возрасте, когда мальчики усиленно растут, они вечно отправлялись спать голодными. Иногда обитатели комнаты вскладчино покупали ковригу хлеба, ветчину, свиную колбасу или сосиски. А кроме того, пиво и вино. Так что пирушка обычно заканчивалась драками. Суббота всех страшила, поскольку в этот день подавали особый пирог, состоявший из всех недельных объедков и обрезков. И эта тоска продолжалась весь год. Выпускник другой английской частной школы вспоминал в 1853 году блюда, которое дети называли пирогом мертвеца. И которое подавали на обед каждый понедельник. Ужасный пирог с каменной коркой, которая не ломалась, но отходила слоями. А внутри были жуткие комки, хрящи и куски сухожилий, перемежаемые слоями жира. Все вместе могло бы сходиться на четке какому-нибудь вурдалаку. Но если вам этого мало, то прибавьте еще следующий факт. Детей поили пивом. Да, это тоже была обычная практика. Считалось, что пиво полезно для детей. Чарльз Диккенс в рассказе школьника пишет. Другой наш мальчик уехал к родным совсем больной. И слышал, как доктор говорил его отцу, что ума не приложит. Почему заболел ребенок? Разве только потому, что пил пиво, которое давали в школе. Ну, конечно, пиво-то его и доконало. Надо сказать, что тогда детей в принципе считалось не надо много кормить. Так дома сестры Бранте на ужин ели только картофель. А мясо им не давали вообще. Хотя отец мог себе это все позволить. Так же было во всех других семьях. Но зато дома это все было свежее. Даже в самых богатых домах на завтрак детям давали лишь хлеб и молоко. А после пяти и вовсе детям уже не полагалось никакой еды. За этим строго следили гувернантки. Шарлотта и ее сестры до приезда в школу переболели корею. Еще не успели как следует восстановиться. А здесь девочек ждал вечный холод. Согреться было нельзя нигде. В спальнях было всегда крайне прохладно. Ледяной каменный пол также не добавлял тепла. В классных комнатах всегда было промозгло. Вообще, надо сказать, английских девочек в викторианскую эпоху закаливали даже суровее, чем мальчиков. Вдобавок, каждое воскресенье все воспитанницы должны были пешком пройти три километра до церкви, в которой выступал с проповедью их директор мистер Уилсон. Идти три километра в любую непогоду, которые в Англии нередки, бедным, вечно голодным и простуженным девочкам было нелегко. Классы в небогатых школах викторианской Англии были непомерно большими. В крупных городах доходило до ста учеников в одном классе. В публичных школах писали не на бумаге, а на специальных табличках, напоминающих сегодняшнюю доску. Ну а свои первые цифры малыши писали и вовсе палочкой на песке в специальных поддонах. И только в самых старших классах ученики получали чернила и бумагу. Учителя также строго следили за осанкой воспитанниц. Им приходилось носить специальные корсеты и даже металлический воротник, чтобы поддерживать подбородок. Кстати, будущей королеве Виктории в воротничок платье и вовсе вшивали шипы. Считалось, что в особых закрытых школах измываются над воспитанницами, вырабатывая у них тончайшие талии. Бедняжек заставляли даже спать в корсетах, постепенно все сильнее их затягивая и уменьшая талии до 30 сантиметров. В 1867-м в одном из английских дамских журналов было опубликовано письмо девушке, рассказавшей, как она училась в такой лондонской школе для благородных девиц, где каждый месяц утягивали талии на 3 сантиметра. Для маленькой Шарлотты Бранте то, что происходило в школе Кован-Бридж, стало огромным потрясением на всю жизнь. В той эпоху именно к девочкам предъявляли самые суровые требования. Они имели право быть только само совершенство. Во всех других случаях девочка уже считалась дикой, а значит практически падшей. Достаточно быстро тучи сгустились над самой старшей сестер Бранте, Марией. Девочка заботилась о младших и опекала их. Была очень добрая и трудолюбивая. Неизвестно, с чего ее не взлюбила одна из учительниц, ставшая прообразом мисс Скетчерт. На Марию сыпались бесконечные придирки и несчетные наказания. В результате она сильно заболела. Однажды девочка из последних сил еле встала утром с кровати. Только из страха перед учительницей, Мегерой. А та ворвалась, швырнула ее на пол и обругалась за лень. Девочка через силу оделась, пошла в класс, где ее опять же сурово наказали за опоздание. Вскоре она так ослабла, что учителя были вынуждены сообщить обо всем отцу, который забрал Марию домой, где она вскоре и умерла от туберкулеза. А спустя всего лишь месяц умерла Элизабет, которая была младше ее на год. Тогда отец понял, к чему идет дело и забрал младших девочек, Шарлотту и Эмили, из смертельно опасной школы. Шарлотта продолжила свое образование дома с помощью книг из отцовской библиотеки. И этот метод принес куда как лучшие результаты. Она выросла, стала известной писательницей и все свои детские кошмары выплеснула в книге Джейн Эйр, где описала, каково это было учиться в английском пансионе. Субтитры создавал DimaTorzok